всем хай дорогие друзья с вами валерий хаус и у нас на канале новиночка как говорится годнота подъехала вот и под новиночкой подразумеваю игру под названием call of ктулху как переводится зов ктулху по творчеству говарда лавкрафта лавкрафта значит будет страшно и мрачно вот я думаю многие из вас уже видели летсплей и стримы по этой игре у популярных ютуберов стримщиков вот так как им на такие игры даются ключи заранее ну и в принципе у нас почти почти в день выхода игры появляется видос появляется первый видос по этой игре игрушку я ждал думаю будет что-то стоящее вот так как лавкрафт я люблю не знаю как вы но как говорится это на любителя на вкус и цвет товарища нет ну думаю вы зацените прохождение думаю понравится вот и как по отзывам я почитал в игре много диалогов много придется читать много текстов вот ну и мы будем наверное проходить неспешно вот исследовать стараться смотреть уделять мелочам внимание погружаться в атмосферу ламповость как обычно у нас на канале будет ну и что я думаю надо начинать поехали итак глава первая детективное агентство пирса бостон бостон 1924 год эдвард пирс ветеран первой мировой войны пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным он стал частным детективом но никак не может найти дело способны вывести его из апатии пирс должен как можно скорее найти нового клиента иначе рискует потерять лицензию наш главный герой как обычно детектив получается поставки которую потребляет много алкоголя не балуется снотворным давайте начнем погружаться в безумие безумие есть благо богам смешные попытки людей сохранять рассудок перед лицом неизбежной смерти но че то че это тут самом начале трэш так акулы расчлененные и так вот у нас собственно начало на какой-то трэшовое начало кидат кишки кровища так управление у нас как обычно стандартная получается лампу никак не взять давайте посмотрим что там что у нас там впереди ждет кишочки рыба расчлененная расчлененная рыба какая-то пещера что ли это челюсть рыбные кости ладно давайте идем дальше бочечки ничего не делает так прыгнуться чтобы прыгнуться нажмите контру немножко поменял управление на c приседания сделал так как то удобней лично мне для меня лично удобнее на c приседать чем искать кнопку контру так что у нас здесь можно и здесь пройти что ли а в дверьки что заперта дверь дверь заперта понятно значит надо сюда идти сохраняется игра я так понимаю автоматически что-то все в тумане а ну вот принципе получается эта дверь которая закрыта до было но она сейчас до сих пор закрыта но мы получается обошли вот я а или нет 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 так что здесь у нас борьба с тьмой вы не сможете взаимодействовать с определенными предметами пока не осветите их а пока не осветим их а как мне осветить у нас лампочка лампочка фонарь взять предмет если перед можно взять нажмите и о отлично получен предмет керосиновая лампа так здесь можно осветить получается и что то там у нас было что это кусачки болтарец можно перекусить цепь давайте-ка не будем спешить сейчас посмотрим что здесь у нас имеется имеется ни черта у нас здесь не имеется лодочка воу 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 хо 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 что за тварь что-то огромное не 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 я туда подходить не буду что-то мне стремно окей давайте разрежем ты последуешь за мной бесполезно сопротивляться неизбежно что за голос ты кто ты кто такой с мужским голосом зажженным мужским голосом так давайте ка а эту дверь нет не открыть я думал на всякий случай и тоже открыть так свечки но у нас покруче чем свечка оу там косатка расчлененная косатка с выпищенными кишками фу какое отвратительное подношение акула голова акула что-то вообще здесь фу представляете как там несет рыбой просто жесть фу нет ничего не взаимодействует с этим вот там еще одна смотрите косатка вообще как это трэш наш герой не прыгает да какое то логово что ли как то музыка такая играет не сопротивляйся ты избран чтобы убежать зажмите shift не ну не 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 бегать не будем не нам нужно все детально осматривать да по любому это пещера какой то наверно логово что то типа того решеточки у нас ничего нет смотри все предначертано заранее но быть может ты попытаешься изменить свою судьбу воу нас схватили ха ха да ладно это был сон это всего лишь сон ненавижу виски так обнаружено новое место детективное агентство пирса жей верится с дневником так вот у нас и дневничок так октябрь 20 1924 детективное агентство пирса врач может сколько угодно твердить что лекарства от воспоминаний мне больше не нужно но я знаю что они вернутся если перестану принимать таблетки наверное однажды утром я просто не проснусь не смотря на лечение я снова слышу голоса в своих снах но теперь они новые незнакомые голоса словно доносятся из древней бездны что за безымянная тварь взывает ко мне так понятно да сны конечно у него жесть пирс расследование красноречия вы смотрите здесь прокачка есть так так навыки медицины и оккультизма улучшают только с помощью найденных предметов что пока нет информации что так а мне ничего не это получается не открыть не включить не сделать давайте давайте когда у нас появятся очки опыта тогда и будем уже читать смотреть что мы можем а здесь смотрите навык еще и рассудок есть психологическая травма кошмары эдвард пирс ветеран первой мировой войны принимавший участие в мес аргонском наступлении один из немногих оставшихся в живых бойцов пропавшего батальона так называли несколько американских подразделений которые понесли большие потери от вражеского и союзного артиллерийского огня солдат вынужденных несколько дней удерживать позиции среди трупов павших товарищей без еды и медикаментов земляки считали погибшими в ходе этих событий пирс получил психологическую травму он пьет снотворный запивает его алкоголем чтобы избавиться от изводящих его кошмаров уверенность в уверенность собственных способностях а материалистический подход помогает вести расследование строго придерживаясь фактов убеждений и личного мироощущения ваши выводы логичны и проверены больше у нас здесь ни черта нет так понятно ладно вот этого будем профессионал что-то будем изучать когда появятся у нас очки опыта так Драк Дарк Уотер жители пока нет информации места мое частное детективное агентство связано контрактом с детективным агентством Уэнтворд после великой войны я решил осесть в Бостоне где парням вроде меня всегда хватает работы потянулась череда мелких дел супружеские измены старые счеты мнимо исчезновения старый диван в конторе не сравнится с настоящей кроватью а пустые бутылки давно пора выкинуть но это мой дом пока так оккультизм тоже нет информации улики улики нам пока нечего расследовать предметы зажигалка лос батальон последний батальон получается да переводится у нас 10 7 18 или что это зажигалка моя старая зажигалка на которой я сделал гравировку в память о 77 пехотной дивизии погибших бойцах пропавшего батальона 4 подразделы какие то а понятно так ну понятно здесь все понятно пока что вот наше детективное агентство давно я не спал на настоящей кровати бенчула понятно бутылочка вон там таблетки интересно зачем я их до сих пор принимаю мне их прописали врачи когда я вернулся с войны они клялись что таблетки покончат с кошмарами но в последнее время их действие действие ослабевает посмотреть слиппинг пилс с натурной таблетки понятно получен предмет знания ну а мы только что прочитали да про них так таракашки нарисованы картины глобус дверь закрыта не подойти ничего сделать музычка такая пам-парарам пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам так выпить или не пить пить или не пить вот в чем вопрос а ну давайте выпьем это повлияет это повлияет на вашу судьбу ха-ха нормально хорошая чертовка что может быть лучше хорошего виски так давненько я не записывал ничего кроме своих ночных кошмаров хм-хм ну это мы уже читали да? ничего нового здесь не появилось так ладно радио выключим на всякий случай воу телефон я слушаю я слушаю вы Эдвард Пирс частный адекватив работающий адеквативное агентство УОНТ УОРД да все верно добрый день мистер Пирс я Люси Шерфилд из отдела кадров агентства УОНТ УОРД я звоню вам потому что у нас возникла проблема с вашим досье пожар уничтожил часть наших документов неужели? простите за беспокойство но мне придется заново записать ваши персональные данные ха-ха распорядитель очки персонажа каждое очко позволяет улучшить какой-нибудь навык а вот в принципе у нас и получается придется сейчас изучить так ну что у нас доступны очки 8 очков опыта 8 оп у нас целых 8 оп так ладно красноречие красноречие определяет вашу способность оказывать влияние на тех с кем вы общаетесь развитие этого навыка повышает вероятность успешного убеждения или манипуляции во время разговора так блин у нас у нас 20% изучено ладно сила сила отражает ваши физические способности развитие этого навыка повышает шанс успешно выбить дверь или сломать какой-то механизм а также применить насилие физическое или вербальное во время разговора 40% ну сила ладно нормально 40% почти половина так медицина медицина отражает ваши познания в этой области развитие этого навыка увеличивает шанс верно определить дозу лекарства поставить диагноз или разобраться в медицинской проблеме все 10% у нас оккультизм оккультизм отражает ваши познания в оккультных науках развитие этого навыка повышает шанс определить на значение и происхождение оккультных артефактов а также расширяет ваши знания о мифах так психология психология отражает ваше понимание человеческой натуры развитие этого навыка повышает шанс понять мотивацию человека по его поведению или с помощью анализа различных предметов понятно поиск поиск отражает вашу способность находить спрятанные предметы развитие этого навыка повышает шанс найти скрытый объект ненайденные предметы не будет появляться в игре и здесь у нас что расследование расследование отражает вашу способность вести следствие развитие этого навыка повышает шанс восстановить последовательность событий проанализировать место преступления или предмет а также шанс взломать замок хм так вот красноречие интересная штука оккультизм у нас ничего тоже бы хотя не знаю красноречие поиск интересно так расследование у нас почти половина изучена психология психология что же вы что же вы ладно давайте красноречие чпок а я что убрал не понял а вот так даже да был блин ладно давайте красноречие 25% до 30% наверное любитель так 6 у нас еще доступных очков поиск поиск вот так так красноречие ладно вот так сила нормальна медицина пускай один будет психология ммм или расследование ммм ммм два доступных очка у нас четыре очка ммм ладно давайте наверное мы же детектив ну здесь половина да получается давайте наверное так психология ммм думаю нормально ммм ммм благодарю вас мистер пирс ммм ммм мм ммм вы меня слушайте ммм иду а вот и дело походу привалило ммм в вид ммм м гостеприим наше ммм сэр я пришел по совету человека мнение которого вас его вчера цена очень цели очень высоко и признаться вовсе не ожидал увидеть перелогу с горького пьяницы ммм Вас здесь никто не держит, сэр. Вы знаете, с кем вы говорите? Стивен Уэбстер, правовышленник и коллекционер предметов искусства. Скажите, мистер Пирс, вы способны раскрыть дело, или вы просто никчемный пьяница? Должно быть, вы в отчаянии раз пришли ко мне. Мне никто не верит. Меня называют старым дураком. Сара, моя дорогая девочка, погибла. Даже вы наверняка о ней слышали. Сара Хокинс. Художница? Да, ее все знают. Полиция обвиняет ее в убийстве семьи. Они все погибли во время пожара. Сара, ее муж и мой внук Саймон. Я ничем не могу помочь женщине, которая уже мертва. Выясните правду. Говорят, она была безумна, но я точно знаю, что это ложь. Она бы никогда не сделала ничего подобного. Но если у вас нет доказательств... Я принес все, что мне удалось собрать. Смотрите. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на эту картину и высказали свое мнение. Мнение о чем? Эту картину написал безумец. А, это был вопрос. Эту картину написал безумец? Или, напротив, вы видите здесь некую логику, рациональное зерно, которое поможет им не понять ее. Это все, что вам от меня нужно? Да. Будьте любезны. Хорошо. Я взгляну на вашу картину. Это... Это все, что у вас есть. Картина? Я положил вам на стол папку. В ней все, что у меня есть по этому делу. Окей. В записной книжке перечислены ваши текущие задачи. Чтобы открыть ее, нажмите... ТАП. Так. Окей. Сразу после трагической гибели Сары Хокинс, ее отец получил странную картину, написанную дочерью незадолго до смерти. Он принес картину мне, потому что уверен, что ее прислала сама Сара. В мою контору явился богатый промышленник Стивен Уэбстер. Он хочет, чтобы я занялся делом ее дочери, Сары Хокинс, которая погибла во время пожара вместе со всей семьей. Полиция это дело уже закрыла. Мне нужно просмотреть документы, которые он собрал. Фамилия Хокинс. И как его? Стивен Хокинс. Совпадение? Не думаю. Так, ладно. Осмотрите картину. А что мне? Никак не это... Просмотр задач. Смотрите картина, ознакомьтесь с досье семьи Хокинс. Ладно. Так. Осмотреть картину. Где он положил-то? И вот она. Так, кстати. Я вот здесь ничего еще не... Не посмотрел, у нас здесь что-то мигало, блин. И теперь оно не мигает. Короче, мы просрали момент. Вот. Ладно. Давайте посмотрим картину. Что это за символ на груди у мужчины? Кажется, Сара Хокинс зашифровала какое-то послание в своей картине. Интересно. Так. Моей конторой явился богатый промышленник. Надо сейчас заняться... Так, это мы видели. А, вот. Dark Water. Культизм. Искусство Сары Хокинс. Сара Хокинс никого не оставляла равнодушным. Одни считают ее мечтательной художницей, способной обращаться к самым глубоким подсознаниям, а другие переоцененные выскочкой. Странные картины этой таинственной дамы написаны резкими цветами и дикими масками. А, масками. Масками. Если она в самом деле видит мир так, то мир Сары Хокинс это врата в другие измерения. Выдержка из записной книжки Эдварда Пирса, частного детектива. Ну да, картинка-то, смотрите, прям оккультизмом тут попахивает. Странная, странная картина. Какой-то человек или кто это? Божество. Вот и девочка. Закрывающего, я так понимаю, какого-то пацана. Защищающего. Так, улики. Картина Сары... На этой картине Сары Хокинс изображена чудовищная фигура, нависающая над женщиной с ребенком. А, это женщина с ребенком. На заднем плане можно различить пламя. Да, есть такое. Стивен Уэбстер, отец художницы, считает, что эта картина имеет отношение к смерти его дочери. Ну, возможно, возможно. Так, картину нам никак не... А, о, можно ее посмотреть, повертеть. Сзади у нас ничего нет. Понятно. Склад на острове Дарк Уотер. Несколько набросков семьи Хокинс. Не густо. Так, транспортная этикетка. Часть текста не разобрать, но кое-что прочитать удается. Склад 36, Дарк Уотер. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это был несчастный случай, но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчива. Почему? Газетная вырезка. Статья рассказывает о браке Сары Хокинс в девичестве Уэбстер и Чарльза Хокинса, бизнесмена с острова Дарк Уотер. Они не ведут затворническую жизнь на удаленном острове со своим сыном Саймоном. А, ну, девичья фамилия Уэбстер, короче. Сара Хокинс. Значит, здесь Стивеном Хокинсом не пахнет. Ну вот. Так. Покрутить ничего здесь тоже нет, да, получается. Итак, мистер Пирс, что вы думаете об этом деле? Ух ты. К этой картине нужно отнестись серьезно. В отчете говорится о психической неустойчивости. Что-то не так в этой истории. Узнать о складе 36. Где жила Сара Хокинс? Так, ладно. Замочек тут. Ответ раскрыт. На этикетке в адресе отправителя указан некий склад 36. Верно. Она была наклеена на последнюю картину Сары. И вы думаете, что отправить картину могла ваша дочь? Это вам придется выяснить. Отправляйтесь на остров Дарк Уотер. Найдите склад 36. Так, где жила Сара? Впервые... Дарк Уотер. Впервые слышу о таком месте. Где это? Это небольшой остров недалеко от Бостона. Сара жила там с мужем и сыном. Полагаю, вы хотите, чтобы я отправился туда. Дарк Уотер тает правду о гибели моей дочери, мистер Пирс. Вы должны раскрыть эту тайну. Так. Ладно. Давайте про картину. Вы должны честно сказать мне, верно ли полиция оценила психическое состояние вашей дочери? Нет. У Сары были видения. Это всем известно. Но она никогда ни мухи не бы не обидела. Эти видения были просто плодами ее воображения. Что вы имеете ввиду под видениями? Я понятия не имею, что она под этим подразумевала. Моя дочь была загадочным человеком, мистер Пирс. Вы должны выяснить правду о ее жизни. И смерти. Видения. У нашего детектива тоже сны. С видениями. Так что... Его тоже можно... Про него тоже можно сказать, что он психически неустойчив. Ладно. К этой картине нужно отнестись серьезно. Не исключено, что ее следует интерпретировать. Мне кажется, ваша дочь пытается вам что-то сказать. Я тоже так считаю. Мне позволили из полиции рассказать о смерти дочери три месяца назад. А через некоторое время в мой дом доставили эту картину. Совершенно очевидно, что картина связана с этим делом. Вы должны докопаться до истины. Понятно. Из всех разговоров идет к тому, что мне нужно взяться за дело и докопаться до истины. Так. Что-то не так в этой истории. Ее муж был на острове большой шишкой, но полиция придерживается версии о несчастном случае. Хотя и упоминает о неустойчивой психике Сары. Думаю, вы правы, сэр. Это дело не так просто, как кажется. Это я и без вас знаю. Я уверен, что это не просто несчастный случай. Так. Ну что, давайте еще узнать о складе. На закидке. Это правильно. И вы думаете, что ваша дочь могла быть там? Это то же самое. Все то же самое. Ну что ж. Этой информации нам хватит, я думаю. Думаю, я начинаю что-то понимать. Я сделаю все, чтобы восстановить честное имя моей дочери. Успокойтесь, я на вашей стороне. Давайте подведем итоги. Художница погибает вместе со своей семьей во время пожара в доме. Единственная зацепка — таинственная картина, предостережение, отправленное с острова Дарк Уотера прямо перед ее смертью. Верно. А также слухи о ее предполагаемом безумии, которые вы не можете назвать совершенно... Найдите этот склад. Узнайте правду о смерти моей единственной дочери, Саре, и я щедро вас награжу. Хорошо, я берусь за это дело. Отправлюсь на устав Дарк Уотер и расследую смерть вашей дочери. Спасибо, мистер Пирс. От человека в вашем положении я меньше вы и не ожидал. Что-то тут нечисто. Но выбора у меня нет. Ты хотел дело, вот оно дело. Кажется, Дарк Уотер. Кажется, у меня есть книга про Северную Атлантику. Так, отправляйся в Дарк Уотер. Дополнительная задача. Узнаете про остров Дарк Уотер. Так, а вот, кстати, и штучки появились, которые... Мы пропустили. Что это? Открытое дело. Старая добрая история шантажа в подпольном баре. Нанявшему меня владельцу бары не понравилось, как я закрыл дело. Но если ты нарушаешь закон, сложно спорить с частным детективом, который собрал доказательства твоей вины. Понятно. Так, у нас здесь что-то появилось. Мне остается только отправиться на Дарк Уотер. Среди моих книг должно быть что-то об острове Дарк Уотер. Смотрите картину. Так, это выполнено. Отправились здесь, ну... Ага, узнаете про остров. Так, о... Жители. Так, Стивен Уэбстер, 63 года, бизнесмен. Богатый бизнесмен, хорошо известный в Бостоне. Стивен Уэбстер нанял меня, чтобы я расследовал смерть его единственной дочери, Сары Хокинс. Этот человек не способен принять отказ или смириться с неприятной правдой. Он готов на все, чтобы доказать, что его дочь не сошла с ума. Так, ты кто? Чарльз Хокинс, 41 год, судовладелец. На острове Дарк Уотер Чарльз Хокинс был знаменитостью. Он вырос в семье судовладельца и много путешествовал. Во время поездки в Париж познакомился с Сарой Хокинс. Они полюбили друг друга и поженились. Затем Хокинс забрал ее на удаленный остров Дарк Уотер. У них родился мальчик по имени Саймон. Супруги вели замкнутый образ жизни. Дарк Уотер. Прям вот навязывается темные воды, да, как если на английский перевести. Дарк это тьма, темный, уотер, ватер, это вода. Так. Сара Хокинс, возраст 33 года, художница. Сара Хокинс, художница, знаменитая своей способностью создавать вещи и образы. Своеобразные картины и редкое появление на публике снискали ей множество поклонников. Кажется, я припоминаю, как однажды она сказала, я рисую то, что нашептывают мне сны. Несколько лет назад она вышла замуж за Чарльза Хокинса. Этот брак удивил светских коммунистов. А, колумнистов. Коммунистов. Бостонская наследница огромного насостояния, известная среди прочего любовью к вечеринкам, решает последовать за мужем и стать затворницей на острове Дарк Уотер. Она... Воу-воу-воу. Так. В смысле? Почему у меня не листается? Она пропала с первых полос газеты, никто больше ничего не слышал, даже ее смерть в огне осталась. Почему у меня не двигается вверх-вниз? Труп, труп. Че-то странно. Погоди, погоди, я еще тут не все. Здесь вот можно листать, а здесь почему нет? Даже из смерти в огне осталось. Че-то там написано, короче, я не могу прочитать. Ладно. Саймон Хокинс, возраст 2 года, школьник. Единственный ребенок Сары и Чарльза... А, или это 11, 2 года, 11, наверное, лет. Потому что в 2 года, как у нас школьник в 2 года, и такой здоровый для 2 лет. Единственный ребенок Сары и Чарльза Хокинсов погиб во время пожара вместе со своей семьей. Так. Понятно, жителей мы осмотрели, да, получается? Места, оккультизм. Улики. Так. Это мы уже все прочитали, получается. Все, да? Можно закрыть. Здесь что? Еще раз. Замужняя женщина сбегает с подружкой. Муж так ничего и не понял. Муж так и не понял, что жена его бросила. Он мне звонил еще несколько недель после завершения расследования. For Mr. Price. Что-то... Нос чешется, блин. Так. О. Сертификат. Агентство Вон Творд не в состоянии привлекать лучших агентов, что ли. Когда-то я много читал. Понятно, что много читал. О. Основа медицины, том 1. Научный труд для интернов и молодых врачей. В первом томе предчислены все болезни, известные цивилизованному миру. Описаны симптомы и способы лечения. Медицина, том 1. Верни, том 1. Так. Добавить. Нет? предметы знания о так так понятно я думал мне прибавит очков эта штука ладно так dark water находится недалеко от бостонского побережья но я никогда не слышал пишу что пишут что остров был довольно известен во время расцветок и тайбойного промысла в конце 19 века но с тех пор он нем почти ничего не слышно так остров dark water населен с 16 века и на нем до сих пор можно найти множество следов пропавших племен но пусть романтика этих наивных и примитивных верований не обманет вас не забывайте какими жестокими были местные боги изображение гигантского существа все еще украшают стены давно заброшенных пещер откуда пришли своим почитателям откуда пришло к своим почитателям это божество из моря или из безумных сновидений никто не знает ответа но современные обитатели острова сыновья и дочери гордых китобоев все еще помнят таинственные волнующую историю крохот крохотного клочка суши у берегов массачусетса атлас острова атлантического океана на божество по в старой игре за втулху то тоже по лавкрафт еще там было целый целый мне нужно просто добраться до порта надеюсь там найдется корабль который доставит меня на дакуатор там был целый орден который поклонялся как он орден догона пол назывался да поклонялся этому ктулху натурал со естественно океане лингвистика археология фоточки всякие а щеки нужно избавиться от этого барахла виски бутылочка похоже чем то на этот как ее вайт хорс что давайте выпьем на дорожнику еще и поедем кусочки льда там бру-бру а хорошо чертовка что нам чтобы выйти на на наверное надо выйти да все ничего ничего не делается уйти ну что дорогие друзья на этом я закончу первую серию вот игрушки калов тулху вот и кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте все ссылочки будут под видео внизу вот пишите в комментариях свои отзывы о прохождении самой игре ну хотя здесь пока еще ничего не ясно мы только начинаем углубляться ну не углубляться только начинаем свое расследование вот ну что всем спасибо за просмотр я со всеми прощаюсь увидимся следующих прохождений пока